Рамзан Кадыров тяжело болен. Настолько, что уже, кажется, определился с преемником. Таково краткое содержание новой серии этого политического сериала. Ну, они сейчас, как можно заметить, в большой цене. Вообще, новости о болезни Кадырова появлялись в прессе и раньше. Например, в прошлом году их маскировали в сторис якобы с прогулки Рамзана. Ну, впрочем, когда именно состоялась эта прогулка, сказать с полной уверенностью было нельзя. Позже Кадыров появился в больнице. И надо же, как удачно все сложилось. Прямо под камеры. Тогда он навещал больного дядю. Проблемы, очевидно, никуда не делись. В феврале Кадыров пропустил послание Путина Федеральному собранию. Корреспондент коммерсанта Андрей Колесников написал, что глава Чечни простыл. Но, однако, новая газета Европы утверждала, что Кадыров мог пропустить послание из-за того, что проходил очередной курс лечения. Примерно в это же время видео с крупным планом исчезли из эфиров Чеченского ТВ и телеграм-канала Рамзана Кадырова. Чем именно он болен? Ну что ж, упоминались разные версии. То ли проблемы с почками, то ли с желудком, то ли вовсе полиорганная недостаточность. Попробуем узнать ответ на этот и многие другие вопросы у главного редактора «Новой газеты Европы» Кирилла Мартынова. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы запустили новый сезон политического сериала. По крайней мере, так вы его презентуете в «Новой газете». Это новая серия про болезнь Рамзана Кадырова. Давайте начнем с того, известно ли, чем он на самом деле болен и насколько это тяжело патологически сейчас для него состояние. Большая группа журналистов работала с источниками как в Чеченской Республике, так и за пределами страны среди чеченской диаспоры. Мониторила чеченскую прессу, по которой на самом деле кое-что можно увидеть, особенно если владеть чеченским языком. И по нашим данным, Кадыров, диагноз Кадырова — это некроз поджелудочной железы. Этот диагноз ему поставлен уже давно, именно с этим связаны странности в его поведении. Это его заболевание дает посложнение. И фактически в настоящий момент времени глава Чеченской Республики не может полноценно выполнять свои обязанности вот такого руководителя, такого специфического региона. Ну, можно ли сказать, что он уже определился с преемником? Из нашей, из первой части нашего сериала это не следует. Скорее речь идет о том, что Кадыров отчаянно пытается маскировать свою болезнь за счет бешеной пиар-активности. Самым известным актом этой пиар-активности стало избиение Никиты Журавеля в Грозненском СИЗО со стороны несовершеннолетнего сына Адама. И потом, значит, Адама очень сильно хвалили, и все на время забыли, в каком состоянии находится сам Кадыров. С другой стороны, есть, помимо, собственно говоря, Кадыровского клана, есть люди, которые находятся в каких-то более сложных отношениях с Рамзаном в Чечне и в меньшей степени от него зависят. И по нашим данным сейчас удивительно быструю карьеру делает человек по фамилии Алаудинов, который выступал во время предвыборной, так называемой предвыборной кампании Путина, который только что получил высокий пост в Министерстве обороны, и который еще недавно находился самим Рамзаном в довольно натянутых отношениях. Рамзан пытается расставить на ключевые посты в Чеченской Республике своих родственников, но, по всей видимости, в Кремле готовится, в общем, план не только по преемничеству Рамзана, но и, в принципе, отказывается от идеи того, что дальше Чеченской Республикой должны править представители этого клана, по крайней мере, если мы говорим про кровных родственников, как это было в случае с самим Рамзаном, который власть в Чечне получил фактически по наследству после убийства своего отца. Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что это человек Аптелла Удзинов, он креатура Кремля, а не самого Рамзан Кадырова? Да, по нашей информации как раз в этом состоит суть происходящего, что кадыровская Чечня подходит к своему завершению. Я думаю, что с политической точки зрения Кадыров просто перестал выполнять ту функцию, которая была у него раньше. Раньше он был главным злодеем, Чечня была территорией такого главного хаоса и главного беззакония в стране, где людей открыто пытали, где, в общем, законы Российской Федерации не выполнялись. Сейчас, в каком-то смысле слова, вся Российская Федерация живет по чеченским правилам. Примерно такие же процессы в ходе войны происходят повсеместно в разной степени. Ну и, в общем, иметь такого показательного злодея в сложной республике, где постоянно еще до сих пор происходит столкновение с силовиками, вооруженные время от времени, да и, в принципе, на Северном Кавказе, никакого смысла в кадыровском правлении, в продолжении этого стиля правления просто нету. А Лаудинов, он подается как такой, ну, интеллигентный чеченец, который, конечно, кадыровец, потому что нельзя быть против кадырова, если ты связан с Чечнёй официально внутри Российской Федерации, но, в принципе, вот он другой, он гораздо более светский, гораздо более лояльный Москве, гораздо менее самостоятельный, наверное, он гораздо больше потенциально похож на нормального чиновника, насколько, в принципе, Российская Федерация способна генерировать таких чиновников в 2024 году. Новая газета и Анна Политковская, в частности, немало освещали то, как Рамзан Кадыров в свое время расчищал свое поле и защищал его от политических конкурентов, некоторых, в общем, устраняя физически. Неужели Делимханов или, там, родственники, сыновья Рамзана Кадырова не предпримут подобные меры, как вы считаете? Борьба за власть, безусловно, идет и будет продолжаться. Как раз об этом говорят назначения всех возможных родственников самого Кадырова на все возможные посты. Но сейчас, мне кажется, у Российской Федерации, вот так называемого федерального центра, как это говорили вот в эпоху 20 лет назад, у них достаточно много ресурсов и силовых, и военных, и денежных для того, чтобы навязывать клану Кадырова какое-то будущее, которое скорее спланировано в Москве, чем разработано в окружении Кадырова, тем более, что он слабеет и физически, и умственно, и политически. Кирилл, расскажите, пожалуйста, кто стоит за расследованием новой газеты Европа, поскольку вместо имени автора указан отдел расследований. Хочется понять, на самом деле, насколько мы можем доверять тому, что описано в этом тексте, и насколько эти источники, скажем так, приближены, или, возможно, знают о ситуации, находятся непосредственно, может быть, в эпицентре событий в Чечне? Ну, как я сказал уже, это коллективный автор. Работа построена на большом количестве источников, многие из которых, конечно, рискуют жизнью, когда они, в принципе, говорят с журналистами. Это не первая, не последняя часть, точнее, этого сериала, он заявлен именно как серия текстов. И я думаю, что о надежности этих источников можно будет судить и после того, как мы завершим сериал, и после того, как в Чечне рано или поздно события, которые анонсированы в этом тексте, когда они будут происходить. Я думаю, что это все-таки произойдет в этом году, долго ждать не придется. Я спрашиваю еще и потому, что в этом тексте указаны в том числе такие детали, о которых мы ранее не слышали. Это и нахождение Кадырова в коме, и нахождение его под ИВЛ, и это вовсе не период карантина из-за пандемии коронавируса. И тут очень хочется понять, в каком сейчас, может быть, известно вам отдельно, в каком сейчас состоянии непосредственно находится Кадыров, он опять находится в ЦКБ, он находится у себя дома, в своем поместье, буквально весь в проводах. Другими словами, как долго еще осталось ждать? Вот на этот вопрос я ответить не могу. Текст готовился в течение нескольких месяцев. Мы получали дополнительные подтверждения как по состоянию Кадырова, так и по карьере Алаудинова в качестве одного из возможных и наиболее вероятных на сегодняшний день преемников. Что сейчас с Кадыровым происходит, ну, этой информации у меня нету, за тем исключением, что мы достаточно точно уверены, что он не сможет вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей, даже если будет еще несколько пиар-акций на тему того, что он здоров и бодр, и по-прежнему готов к разным злодеяниям. Вот только на прошлой неделе была очень показательная история, когда задержание чеченского министра по чрезвычайным ситуациям в Дагестане, на территории Дагестана, когда это снова попытались превратить в пиар-акцию Кадырова, который призвал там жестоко разобраться с этими предателями, которые задержали его пьяного министра на территории Дагестана. Таких акций еще, наверное, будет несколько, возможно, они прореагируют на нашу публикацию, но мы уверены, что Кадыровская Чечня, она заканчивается. Ну что ж, будем следить за этим началом конца и будем следить за выходом новых серий политического сериала в издании «Новой газеты Европа». Я благодарю за эту беседу главного редактора Кирилла Мартынова. Спасибо. Спасибо.